Здравствуйте! Это программа События. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Ядовитое озеро, что грозит виновнику экологического ЧП в Красноярском районе. Лед тронулся. Жителям новостройки, накопившим многомиллионные долги, дали отопление. Горячая ночка. Сызранские гаишники устроили погоню сразу за двумя нарушителями. Преступная беспечность. Экологи устраняют последствия ЧП в Красноярском районе Самарской области. Неподалеку от поселка Водина водитель грузовика слил химические отходы прямо в придорожный овраг. Нарушителя задержали. Ведется следствие. У ядовитого озера побывала Алина Чемерес. Это не долина гейзеров. Самарская обводная дорога. Уникальные кадры, снятые в первые минуты работ, спасатели передали нашей телекомпании. Кислотное озеро, которое образовалось здесь в ночь на 17 ноября, устранять начали с раннего утра. На первый взгляд кажется, что это снег. На самом деле известь. Ею засыпали кислоту, потратили около 40 тонн. Вон там еще остался участок с кислотой. Его только предстоит нейтрализовать. Возможно, опасные вещества есть и под снегом. В загрязнении окружающей среды обвиняют мужчину 43-х лет. По данным следствия, водитель грузовика вез 20 тонн ядовитых отходов с одного из промышленных предприятий на полигон Вульяновск, где их должны были уничтожить. Как говорит нарушитель, по пути машина сломалась. Серную кислоту решил слить прямо у дороги. Но потерпел фиаско. Полицейские задержали его на месте. Оперативный дежурный направил туда ближайший экипаж дорожной патрульной службы. Прибывшие сотрудники полиции обследовали участок дороги и обнаружили грузовой автомобиль МАЗ с полуприцепом цистерной. Из документов, которые мужчина предъявил полицейским, следовало, что в цистерне находилось порядка 20 тонн отработанной серной кислоты. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Пока следствие решает, административное это нарушение или уголовное, экологи уже обработали большую часть зараженной местности. Сначала пропитанный химикатами грунт смешали с содой. Потом в ход пошла негашеная известь. Из-за газового облака, которое периодически перемещалось на дорогу, приходилось на время останавливать поток машин. Благо он небольшой. Здесь ездят в основном грузовики с мусором, дорога ведет на свалку. Специалистам удалось существенно понизить класс экологической опасности. На этот раз, говорят, обошлось без серьезных последствий. Экологическая катастрофа это не назовешь. Здесь площадь заражения не более 100 квадратных метров. В водоемы это не попало. Очень оперативно среагировали все службы. Благо сейчас зима, поэтому вред минимальный, скажем так. До горней это не успеет добраться. Слава богу, в лес это не просочилось. Зато едкий запах химикатов дошел до ближайшего поселка Водино. Был сильный запах, да. Родные с этого приехали, с кенеля. Там зерно привезли, говорят, у вас так пахнет газом, вот в водинку заезжать. Ну запах сильный был, да, конечно. Чем пахнет? Ну не знаю, каким-то таким специфическим, чем-то химическим таким. Работы по нейтрализации кислоты планируют закончить уже сегодня. Потом начнется так называемая рекультивация почвы. Зараженный слой снимут и вывезут на полигоны. Летом, обещают экологи, здесь вновь зазеленеет трава. Алина Чемерис, Константин Головин, Станислав Левин. События. Круговорот воды в быту. Городские очистные канализационные сооружения переживают серьезную реконструкцию. В 70-х годов уже прошлого века здесь ничего не менялось. Сейчас же оборудование модернизируют и строят новое сооружение. Что такое тихоходка и как она помогает очищать отходы цивилизации, теперь знает Марина Матвейшина. Тихоходка в ожидании пополнения. На мониторе изображение, на которое выведено с микроскопа, отчетливо видно будущих малышей, простейших членистоногих. За ними наблюдают в лаборатории городских очистных канализационных сооружений. Эти микроорганизмы главные ответственные за частоту стоков. Она в активном сейчас, в хорошем состоянии. Они показывают определенный состояние. Некоторые простейшие, они должны быть в большом количестве. А другие простейшие, которые есть, они должны быть в малом количестве. Мы сообщаем, добавляют либо кислород, либо активный ух. Еще добавляют в аэротенки. Биологический этап очистки воды происходит в аэротенках. Сюда с помощью специального оборудования наднетается постоянный кислород. И он помогает, грубо говоря, нагулять аппетит живым бактериям, которые должны съесть все продукты жизнедеятельности, которые находятся в воде. Тем самым они естественным образом, а не с помощью каких-то химикатов, очищают воду. А это и есть то самое специальное оборудование, которое насыщает кислородом воду. Сейчас его обновляют. Впервые за 40 лет реконструкция оборудования проходит во всех этапах очистки стоков. Но до того, как стоки попадут в емкости с живым илом, они проходят этапы механической очистки. Бытовые канализационные стоки со всего города стекаются в приемную камеру. Из нее они попадают в песколовки, где под действием центробежной силы удаляются крупные загрязнения. В канализацию люди умудряются смывать даже тюбики от шампуня и бутылки от йогуртов. Мелкие частицы оседают на дно в отстойниках, и только потом стоки попадают на обед микроорганизмом. Депутаты Гордумы знакомятся с процессом очистки канализационных стоков и оценивают работы по реконструкции оборудования очистных сооружений. Работы идут, работы идут полным ходом. Даже в зимний период строятся новые очистные сооружения. Поэтому мы думаем, что в экологическом плане мы можем быть спокойны. После того, как со стоками поработал живой ИЛ, воду обеззараживают и отправляют в Саратовское водохранилище. Но за качеством волжской воды продолжают следить. В лаборатории ежедневно исследуют пробы воды, взятые на километр ниже и на километр выше стока. Марина Матвешина, Константин Головин. События. Заплати долги и спи спокойно в тепле. Новостройка в центре города могла оказаться накануне зимы без отопления и горячей воды. Причина не коммунальный коллапс, а правовой. Три года жители не платили за газ, думая, что эту проблему должен решить за них застройщик. Дом не сдан в эксплуатацию. Как выяснилось, все это время люди копили долги. Компромисс между жителями и газовиками был найден только после вмешательства властей областных и городских. Долг платежом страшен. Специальный репортаж. Рисуя портрет злостного неплательщика, эксперты обнаружили парадокс. Благосостояние человека и наличие у него долгов за коммуналку – вещи никак не взаимосвязаны. Как правило, аккуратнее всех платят пенсионеры. А вот недоимку копят люди как раз не бедные. Пример вот этой новостройки в центре города на улице Самарской – еще одно тому подтверждение. Уникальный случай в истории Самарского ЖКХ. Должника ходят все жители дома. Хотя здание и по сей день не сдано в эксплуатацию, первые новоселы здесь появились еще три года назад. Все эти годы газом дом пользовался незаконно и бесплатно. Жители, конечно, терзали смутные сомнения, что дело не чисто. Но извечная надежда на авось победила подозрения. К тому же в управляющей компании их успокаивали. Я накоплю себе долги, потом у нас еще год мне это выставите. Все будет нормально, ничего не переживайте. Но на самом деле это были слова. То есть управляющая компания мало того не вела переговор на тот момент, но еще вводила заблуждение. Технически это произошел, ну скажем, обман. Или, можно сказать мягко, это незнание законов. Когда из-за многомиллионных долгов в доме наступил ледниковый период, директор управляющей компании только и оправдывался. Мол, этот казус случился не по их вине. Он на совести застройщика, компании ЭДС. Они нам показали этот договор и уверили нас, что проблем никаких нет. Они нас водили за нос, получается. А вы водили за нос жителей? Ну, я бы так не сказал. Они должны были предупредить, когда уходили. Физических уже давно никто не видел. Спросить застройщика теперь смогут только компетентные органы. Комментарий взять у бизнесменов не удалось. Телефоны компании недоступны. Газовики же говорят, что и без того людям шли на встречи. Незаконную врезку они обнаружили в декабре 2014 года. Вентиль же перекрыли только в мае, о чем заранее всех предупредили. Жильцы обо всем этом знали, уже давно знали, еще до отключения. Прекрасно понимали, что не платят ни за газ, ни за тепло, ни за горячее водоснабжение. И совершенно не заботились содержанием своих жилых помещений. Мы с своей стороны предприняли все возможное для урегулирования этой ситуации. И взяли на себя определенные риски, то, что не отключили вытопительный сезон, потому что все-таки это наши риски, если бы что-то случилось. В том, что в этой ситуации виноваты не только жители, но и застройщик, и управляющие компании, и даже газовики, которые допустили незаконную врезку, эксперты не сомневаются. Впрочем, говорят они, это не снимает собственников обязанности платить. Ну интересно, вот получая какую-то услугу, люди что, не понимают, что за нее надо платить? Что это не бесплатно? Это то же самое, что прийти в магазин, взять какой-то товар и уйти. Так же не будете делать, правильно? Здесь представители власти должны всех посадить за стол и попытаться найти решение. Миссию миротворцев взяли на себя городские власти. Глава администрации Ленинского района Дмитрий Титов признается, трудные переговоры даром не прошли. Одно то, что жильцы вышли на диалог между собой, понимают процедуру, что им нужно заплатить деньги. Некоторые понимают, некоторые, ну мне кажется, все понимают, только вопрос сейчас о суммах. У СВГК своя сумма, жильцы считают, что она там завышена. Я думаю, все эти подвижки говорят о том, что лед тронулся. После вмешательства областных и городских властей лед и впрямь тронулся. Газовики пошли на уступки и дали отопление и горячую воду. Впрочем, вопрос по долгам остается открытым. Инга Пенер, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. Правовая помощь инвалидам и пенсионерам, дополнительное образование для школьников, восстановление часовни и другие значимые проекты получили грантовую поддержку. В Самарской области подвели итоги конкурса, который проводила нефтяная компания «Лукоил». Свидетельство вручил губернатор Николай Меркушкин вместе с топ-менеджерами предприятия. Абсолютные победители получили от 200 до 500 тысяч рублей в номинациях «Экология», «Духовность и культура», «Спорт», «Победа». Общий грантовый фонд составил 15 миллионов рублей. Это первый конкурс, который прошел в Самарской области. На него поступило более 400 заявок. Отобрано 54 проекта, хотя могло быть и больше. Подобные акции компания уже проводила в других регионах. У нас начинается социальный проект «Лукоила», где они поддерживают активно людей, людей творческих, занимающихся общественно полезным делом, которые занимаются социально значимыми, культурно значимыми проектами. И это только начало, потому что это первый конкурс. Еще один многофункциональный спортивный центр откроется в Самарской области предположительно через полгода. Комплекс строится в Кошкинском районе на деньги нефтяной компании «Лукоил». Об этом говорили во время рабочей встречи губернатор Николай Меркушкин и вице-президент компании Николай Николаев. Обсуждали реализацию соглашения, которое было подписано два года назад. Объем инвестиций только в этом году составит порядка 9 миллиардов рублей. Объемы добычи растут, открыты пять новых нефтяных месторождений. Кроме того, продолжается поддержка социальных и благотворительных направлений. Николай Меркушкин подчеркнул, что региональное правительство сделает все для того, чтобы компания успешно развивала свой бизнес в Самарской области. А сейчас коротко о других темах дня. Прямой перекресток со светофором на пересечении Московского и Ракетовского шоссе будет открыт для движения 25 ноября. Новый порядок движения будет введен на весь период строительства тоннеля. Схема разработана и согласована с ГИБДД и областным Минтрансом. Второй тоннель появится на пересечении с проспектом Кирова. Все работы проводятся в рамках реконструкции Московского шоссе. В Новом Самарском вузе, объединенном на базе САМГУ и СГАУ, выбран ученый совет. Это высший представительный орган управления университета. Тайным голосованием определен состав ученого совета. В него войдут 95 человек. Согласно уставу, в этом составе он проработает 5 лет. Следующим этапом работы станет изменение названия вуза. Доставлять покупателям товары домой уже в следующем году будут роботы. Такую идею предложила английская компания. Создатели шестиколесного чуда уверяют, что такой робот может привезти две сумки с покупками весом около 9 килограммов на короткие дистанции в пределах получаса с момента поступления заказа. Определен размер ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого последующего ребенка, не достигшего возраста трех лет. В 2016 году она составит чуть более 9 тысяч рублей. Сумму определило правительство Самарской области. Волга глазами известных жителей Самарской области. В губернской думе открылась фотовыставка «Живая Волга». Это 25 фотографий Великой реки с разных ракурсов и в разное время года. Социальный экопроект «Живая Волга» Самарский регион поддержал одним из первых в России. Его миссия – привлечь внимание к проблемам экосистемы реки. Горячее ночное дежурство выдалось у Сызранских госавтоинспекторов. Около 11 часов полицейские заметили белую иномарку, маленький пассажир которой не был пристегнут. Машину попытались остановить, но вместо этого водитель нажал на газ. Погоня продолжалась почти 10 минут. В какой-то момент иномарка съехала с главной дороги и застряла в снегу. Выяснилось, ей управлял 16-летний подросток. За его нарушения теперь придется отвечать родителям. А с ним самим будет разбираться комиссия по делам несовершеннолетних. Той же ночью инспекторы ДПС Сызрани гонялись еще за одним нарушителем. На этот раз нетрезвым. Вазовская легковушка виляла из стороны в сторону. В какой-то момент на скользкой дороге машину занесло, и она врезала столб. Никто не пострадал. От прохождения мета-освидетельствования нарушитель отказался. Теперь его ждет лишение прав и крупный штраф. Выкуривание привычки. Во Всемирный день отказа от табака самарские студенты попытались защитить сами себя от пагубной страсти. И провели фестиваль «Открой мир без курения». Андрей Трой тоже приобщился к здоровому образу жизни. «Мир без курения» открывали сегодня учащиеся Самары. Фестиваль, посвященный отказу от вредной привычки, прошел в Поволжском государственном колледже. Врачи констатируют, проблема курения с каждым годом молодеет. Поэтому профилактические беседы и встречи нужно проводить с совсем юными ребятами. Желание отказаться от курения, в общем-то, есть у детей. Они начали понимать, что жить нужно, быть здоровым. От этого может образоваться рак легкий, наполняется дымом, тяжело передвигаться, учащаются всякие болезни и сосуды забиваются. Студенты подготовили большую концертную программу с общим лейтмотивом «Курение – это яд» и выставку плакатов с призывом бросить курить. А медики наглядно продемонстрировали, как выглядят легкие сердца и мозг курильщика. И даже развернули медпункт, в котором каждый желающий мог проверить состояние своих легких. На фестивале «Открой мир без курения» можно не только послушать информацию о том, что бывает с легкими курильщика, но и реально проверить свое здоровье. Вот этот вот немудренный прибор показывает жизненный объем легких. Врачи уверены, такие мероприятия действительно нужны и непременно помогут ребятам более внимательно относиться к своему здоровью. Андрей Трой, Артем Сулайманов, События. 30 лет на пороге новой жизни. Юбилей отмечает Акушерско-гинекологическая служба областной клинической больницы имени Середавина. В праздничный день врачи, медсестры и ветераны отделения принимали поздравления от первых лиц Самарской области. За 30 лет здесь приняли более 100 тысяч родов. Освоены новейшие технологии выхаживания недоношенных детей, в том числе и с весом не более 500 граммов. В отделение постоянно поступает новое оборудование, способное спасти жизнь маленьким пациентам и их мамам. Главным же подарком к юбилею станет крупнейший в Поволжье перинатальный центр. Стройку планируют завершить в мае 2016-го. Вопрос, кто последний, здесь больше не задают. На страже комфорта и спокойствия пациента в городской поликлинике номер 9 современные технологии. Получить направление, амбулаторную карту, записаться к врачу теперь можно через терминал. Система как в банке. Распечатай талон и милости просим. Новый сервис оценила Алина Чемерис. Никакой суеты и путаницы в очереди радуется Елена Еремина. Выбрать услугу на терминале, взять талон и ждать, когда на табло появится указанное обозначение и номер окна. Посетителям остается только следить за информацией на экране, чтобы вовремя подойти к работнику регистратуры, а затем к врачу. Берешь талончик и общаешься с регистратором ТТАТ. То есть конфиденциальность соблюдается, потому что не всегда хочется, чтобы очередь слушала о твоих проблемах. Электронная очередь работает в 9 поликлинике уже две недели. Разобраться с новым сервисом у терминала посетителям помогает специалист. Вызвать врача на дом, записаться на прием, продлить больничный. В день сотрудники регистратуры принимают более 500 человек. Говорят, работать намного проще, когда по ту сторону стойки не шумят и не ругаются. Медрегистраторам очень тяжело работать, когда в одно окно лезут по два, по три человека, и все говорят, мне только спросить. Просто спросить не получится и у врача. Нельзя войти в кабинет раньше, чем имя пациента высветится на табло. Проект «Электронная очередь» вскоре появится во всем регионе. Сотрудники 9 поликлиники надеются, если пациентам будет комфортнее лечиться, то и на поправку они пойдут быстрее. Алина Чемерис, Константин Головин, События. Инновации для тех, кому слегка за три. В Самаре выбирает лучший детский сад города. Учреждения уже представили свои визитные карточки, рассказали жюри о новых методах воспитания малышей. Все лучшее детям. Сюжет Марианны Мирной. Передовики в направлении здоровья и безопасности. Детскому саду номер 378 промышленного района Самары жребий выпал выступать первыми. Конкурс «Детский сад года образца 2015-го» – волнительное испытание для коллектива. Нам есть чем гордиться, уверенно заявляют в дошкольном учреждении. Это единственный детский сад, который занимается фитнес-аэробикой в детском саду, создает команды. У нас есть программа, по которой мы работаем. Детский сад – первая ступень ребенка на пути к взрослению. Малыши должны не просто чувствовать себя в своей тарелке, но еще и развиваться умственно и физически. Ежегодно дошкольные заведения Самары представляют новые технологии и методики обучения детей. Но как бы ни менялось время, непреложные истины сохраняются веками. Дети стали другими, и молодые родители, они уже другие. Поэтому, конечно, все требует коррекции. Но в основе воспитания всегда, наверное, одно золотое правило. Будь внимателен к ребенку, люби его и делай так, как ты делал бы, так сказать, для себя. Семь из тринадцати лучших детских садов Самары отправятся защищать честь города на финальный областной этап конкурса. Итоги подведут в середине декабря. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков. События. Сейчас пришло время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». В Самаре пройдет профессиональный турнир по боям без правил. Самара в январе 2016 года организует впервые профессиональный турнир по смешанным единоборствам. Звезда бойцовского праздника, спортсмен 63-го региона Рамис Терегулов. Чемпион Европы по панкратиону встретится с представителем Франции Буакаром Балде. Перед главным поединком публику будут разогревать бои так называемые стенка на стенку. Сборная России против сборной Казахстана. Здесь представлена элита, призеры и чемпионы мира. И данное мероприятие рассчитано на поднятие нашего как бы самарского панкратиона. Мы выявим звезд турнира, и наиболее харизматичные будут участвовать. То есть те люди, которые либо технически подавляют, либо у них присутствует какой-то эмоциональный компонент, который позволяет им побеждать. Молодежь оторвать от компьютеров, от бутылок с алкоголем и привезти их в зал, и чтобы они приходили, смотрели, занимались спортом. Это основная задача наша. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал самарагискабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин